Здравствуйте, уважаемые жители Саратовской губернии! Словом, все те, кто является постоянным читателем информационного агентства «Взгляд». Мне известно, что многие руководители начинают свой день именно с новостной ленты «Взгляда». Это говорит о большой популярности агентства, о том, что людям интересны события и новости, освещаемые журналистами «Взгляд.Инфо». То, что произошло накануне, то есть обыски в редакции и в квартирах журналистов, не умещается ни в каком воображении. Зная журналистов лично, уже не первый год, вопрос, что же надо было им сотворить такого, чтобы их подняли в ранний час, разбудив их детей. «Взгляд.Инфо» уже много лет держит высокую планку передового агентства Саратовской области. Это уже говорит о профессионализме журналистов, их востребованности у населения. Вы знаете, возмущению, протесту и гневу нет предела о таком беспрецедентном давлении на издание. И думаешь, где мы живем, в каком государстве, где проводят обыски у добропорядочных людей, честно и принципиально выполняющих свою работу, особенно журналистские расследования. «Взгляд.Инфо» – это как кость в горле у казнокрадов. Вот не за это ли его хотят прикрыть? Почему не проводят обыски у тех, о ком пишет «Взгляд»? У тех, кто осваивает с успехом миллионные вливания в нашу область. Например, та же набережная. Сколько миллионов государственных средств потрачено, а она продолжает проваливаться, и никто при том не несет ответственности. Сколько писали об этом во взгляде? И вот представьте, что казнокрады закроют взгляд. И что будет? Полнейший клондайк по отмыванию средств некому будет противостоять. Все будет шито-крыто. Люди рядовые даже знать ничего не будут. И во что будет превращаться наше общество, наша область в целом, когда вокруг будут звучать лишь лизоблюдные речи, называя черное белым? А еще такой вопрос. Если продолжится давление на взгляд, не отразится ли это на имидже нашей губернии? Что могут подумать о нас в России, если будет уничтожено одно из самых востребованных, самых узнаваемых, самых читаемых населением информационное агентство? Этого допустить нельзя. Руки прочь от взгляда инфо. Напомню, вот сейчас такое время, когда все здравомыслящие люди скорбят и молятся о завершении кровопролития на Украине. Когда мы все находимся в тревоге и страхе за своих детей, за свою страну, а наделенные властью люди посчитали самое время для проведения обысков у передового издания, у журналистов, у издания взгляд инфо, который поддерживается вниманием всего народа Саратовской области. Я отправлю свое обращение к президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу и спикеру Государственной Думы, нашему земляку Володину Вячеславу Витровичу. Надеюсь, они обратят внимание на то, что творят с информационным агентством взгляд в Саратове. Добавлю о себе. Я же пошлю это обращение. Я четырежды являлась депутатом местной районной власти. Народ выбирал, вопреки большому административному ресурсу, против меня. Отчаянно противостояла демонтажу и вывозу системы орошения с полей района много лет. Преднамеренному банкротству хозяйств района и так далее. Я получала множество угроз. Доходила до подброса наркотической травы. Было страшно, было жутко. Дети были маленькие. И остановили беспредел в отношении меня, ныне покойный прокурор области Евгений Федорович Григорьев, и, конечно же, взгляд инфо, так как именно они освещали многие темы в отношении меня. И неизвестно, что было бы со мной и моей семьей, если бы не поддержка взгляда. Спасибо вам большое, ребята. А на сегодня я желаю стойкости и мужества в преодолении большого давления на вашу профессиональную независимую работу. 12 лет ваша первая планка печатного вашего слова дает право услышанными быть на федеральном уровне. Я уверена, мы отстоим все вместе. Взгляд инфо для народа Саратовской области. Всегда с вами Клавдия Брюховецкая. Клавдия Брюховецкая.